Дети, сбитые на улице Некрасова в Абакане, остаются в больнице в крайне тяжелом состоянии. Напомним, ДТП, потрясшее всю Хакасию, произошло накануне днем. Группа третьеклассников возвращалась в экскурсии. На пешеходном переходе возле 11-й школы в колонну на полном ходу влетела иномарка. Серьезно пострадали два мальчика с тяжелейшими травмами. Они находятся в реанимации городской больницы. Очередная партия одноруких бандитов ликвидирована в Абакане. На этот раз в поле зрения полицейских попали сразу три игровых заведения. Они располагались по улицам Кирпичная, Железнодорожная и Мира. Причем один клуб размещался непосредственно в здании гостиницы. В ликвидации незаконной деятельности участвовали сотрудники отдела экономической безопасности, участковые уполномоченные и бойцы ОМОНа. Защитники правопорядка изъяли 35 игровых автоматов и, кроме того, 70 с лишним тысяч рублей в выручке, которые принес хозяевам казино незаконный бизнес. Сейчас полицейские проводят проверку. Добавим, что за проведение азартных игр уголовная ответственность грозит в том случае, если доход от работы клуба составил полтора миллиона рублей и выше. В редакцию нашей программы обратились телезрители, возмущенные горами мусоров в районе подсиненских дач. Выяснилось, свалка несанкционированная. Кроме того, как раз в этом месте проходит разделение земель между двумя муниципальными образованиями – подсиненским сельсоветом и городом Абаканом. Подробности у Виктора Лушникова. Свалка мусора расположена рядом с автобусной остановкой Васильковая, но аромат вокруг стоит далеко не цветочный. От куч мусора исходит зловоние. Причем с каждым днем несанкционированная помойка становится все больше. По словам Натальи Кучиной, которая обратилась к нам, мусор привозят большие машины. Здесь достаточно летом красиво, дача. А вот эта свалка очень сильно портит. Во-вторых, запах. Очень невыносимый запах. В-третьих, здесь иногда возникает возгорание, которое длятся по несколько дней. Недалеко находится трасса подсиненская, мотокросса, куда съезжаются представители со многих регионов Сибири. И вот эта свалка не украшает наше место. Полигон отходов здесь находится с незапамятных времен. Часть земель принадлежит подсинскому сельсовету. Вокруг абаканская территория. На них расположены дачные общества. Точного размежевания не проводилось. Поэтому следить за чистотой в этом месте должны сразу две территории. Но это на бумаге. О том, что это несанкционированная свалка существует, мы знаем. Имеется со стороны администрации информационная таблица о том, что свалка запрещена. С нашей стороны проводится работа какая? Жители села извещены об этом через обнародование. Далее, на сегодняшний день пять жителей села Подсинья оштрафованы. В Подсинском сельсовете считают, что полигон бытовых отходов должен находиться в этом месте. Но его необходимо обустроить. Процедура затратная, поэтому сельсовет намерен привлечь частный бизнес. Ну а пока здесь сваливают мусор безо всякого разрешения. Хорошо знакомы с проблемой и в управлении коммунального хозяйства и транспорта абаканской мэрии. Летом с несанкционированной свалки уже вывезли около двухсот кубометров мусора. Свалка несанкционированных отходов, размещенная на территории муниципального образования города Абакан, будет очищена. И, значит, средства на это закладываются в бюджет 2014 года. А на сегодняшний день там что? Там нету заразы. Никто не сказал, что оттуда кто-то, я не знаю, тиф подхватил или еще что-то. Поэтому на 2014 год планируется. Так что до следующего лета свалка будет только увеличиваться. Ведь те, кто хочет избавиться от мусора, на грозную табличку о штрафах за захламление территории просто не обращают внимания. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Футбольная команда в селе Верхоскист теперь может круглогодично проводить тренировки. Здесь появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием. Работы по монтажу продолжались практически всю осень. Теперь площадку торжественно сдали в эксплуатацию. Покрытие размером 40 на 20 метров – это подарок Российского футбольного союза в рамках программы «Минифутбол в школу». Таким правом пользуются победители и призеры российских соревнований. Команда девочек из села Верхоскист призером финальных турниров становилась дважды. Удачливыми стали города Геленджик и Москва. Мы выиграли республику девочками в Сибирь, в Красноярске не поехали, в Москву. Там мы заняли второе место. Когда мы приехали, а там, как сказать, это «Минифутбол в школу». И существовала такая программа, вот она в этом году именно заканчивается. «Минифутбол в школу» призером РФС, Российский футбольный союз, он выделяет вот эти вот поля. Именно последнее поле по этой программе, оно нашло своего хозяина именно здесь, в нашем глубинке, в селе Верхоскист. Под искусственный газон, чтобы он служил долго, требуется качественное основание. На его-то обустройство и ушло много времени. И полмиллиона рублей из районного бюджета. Столько же стоит и сам подарок от Российского футбольного союза. А в дальнейшем по проекту предусмотрены трибуны, искусственное освещение и теплые раздевалки. Верхоскист стал первым в республике малым населенным пунктом, где смонтировано футбольное поле с искусственным покрытием. На водоемах Хакасии период ледостава. Как говорят специалисты, это крайне опасное время для тех, кто стремится на лед. Из-за затяжной осени и положительных температур лед на водоемах очень тонкий и неравномерный. В ветреную погоду возможны разломы. Особенно лед опасен в местах быстрого течения, на глубоких и открытых для ветра местах. Крайне опасны водоемы в окрестностях Абакана, а также в Бейском районе. Более прочный лед в северных районах – Ширинском и Аджиникидзевском. Выходить там на лед можно, но с большой осторожностью. Последнее приготовление к детскому музыкальному конкурсу «Щелкунчик» проходит сейчас в Москве. Хакасию на этом престижном мероприятии представит Мурат Гаджиев. Воспитанник детской музыкальной школы имени Александра Кинеля прошел серьезный отбор и теперь готовится к поездке в столицу. Почувствую весом. Очень, очень, очень должен быть. Последнее наставление дает педагог Александр Никифоров своему 12-летнему ученику Мурату Гаджиеву перед серьезным состязанием. Юный музыкант будет представлять Хакасию уже в начале декабря на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Токата современного композитора Роберта Мучинского – одно из произведений, выбранных для выступления на конкурсе. Кроме этого, Мурат исполнит первую часть итальянского концерта Баха «Утешение листа» и «Прялку Мендельсона». Репертуар юному дарованию помог продумать наставник, заслуженный деятель искусств Хакасии Александр Никифоров. Он для своего возраста владеет по-настоящему профессионально. То есть, собственно, ему в своем возрасте не стыдно играть в любом месте. Я, как бы, ни в данном случае нисколько не преувеличиваю. У молодого пианиста уже довольно зрелый взгляд на музыку. Об этом говорят и его пристрастия. Мурат признается в равнодушии к современной популярной музыке. Предпочитает классику джаз и блюз. Среди любимых композиторов – Бах, Бетховен и Брамс. Потому что, как бы, эти композиторы больше всего передают для меня чувства и больше всего мне нравятся. У них такие есть произведения, которые затягивают душу, можно так сказать даже. С инструментом Мурат не расстается уже шесть лет. За столь непродолжительную творческую биографию юный исполнитель стал победителем различных музыкальных конкурсов. В 2013 году вошел в число победителей конкурса «Молодые дарования России». Я, как бы, можно сказать, и настроена на победу, но я знаю, что противники очень будут достойными. Соперниками Мурата в 14-м телевизионном конкурсе «Щелкунчик» станут 15 как российских, так и зарубежных исполнителей в возрасте до 14 лет. Музыканты выступят перед многомиллионной аудиторией. Телеканал «Культура» будет подробно освещать события конкурса. Также можно будет следить за прямыми трансляциями на сайте телеканала. Наталья Громашова, Юлия Домбаева, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Это были все новости, которые мы успели рассказать к этому часу. После смотрите рубрику «Интервью». Оставайтесь на канале «Россия-24». Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова